Доброе утро, мой крошек! Все проснулись, Антоха уже поехал в школу, уже даже русский сделал, даже правильно, вот вы настолько быстро сделал, только проснулся минут 15 назад, уже русский сделал, учитывая, что вчера с вечера мы его разбирали, сегодня там только написать осталось, я написал даже без ошибок. Это кто приехал, Афань? Это тест-драйв, да? А ты куда? Все, это Колин подарок, да, Афань? Да. Ты его про... Мама, мы его надели, я? Нет, в субботу. А мы им в гости приедем? Ну, в субботу приедем. Да. Надо же выздоравливать до субботы, да? Да. Если я буду болеть, я сейчас не болею. Сейчас ты не болеешь? Как хорошо, да? Да. Сейчас там мы топим. Кто топит? Мы уже сто раз за дедушкой затопили. Ну, все получилось? Да. Ух, уже не топим. Все, давай, Афанасий. Пока. Хоп. Хоп. Давай, дедушка. Все, говори, бабуля, до свидания. Давай посмотри. Говори, бабуся, до свидания. Пока. Бабуля, скажи, пока. Мам, пойдем, посмотрим. Пойдем. Иду в гардеробную. Начала уже складывать здесь вещи. Дети пока вышли на улицу прогуляться. Вроде бы сегодня должен быть достаточно неплохой денек. Хотя и пасмурные тучки такие заходят. Вот. Складываю. Ничего не хочу делать. Не знаю, настроение какое-то не очень. Что хоть посудомойка и стиралка делают за меня работу? Если бы этого не было. Еды у нас, честно, полный холодильник. Немного гречки, немного пюре. Селедку Сержиня купил. Квашная капуста есть. Лапша. В общем, не хочу сегодня ничего готовить. Будем доедать. Ты сам можешь все? Ольга. Чего, ты поранился? Не знаю, сидел что ли. Настроение полежать. Сержиня, кстати, мне отдал свое одеяло, которое ему подарили родители. Он так мечтал о тяжелом. Он говорит, блин, ну под ним так жарко. Потому что он вообще любит тяжелое одеяло. Он всегда в детстве спал под тяжелым одеялом. Но там было в доме холодно. Он говорит, там было круто. А когда у нас в доме тепло, 26-27 градусов, А то ему жарко. Поэтому я сплю под новеньким, толстеньким одеялком. Что этот мальчик делает? Смотрю. Это Рекс. Как что там было? Это Рекс. Это Рекс или Женева? Женева. Это еще Женева была. А ты помнишь, что она у нас пропала? А теперь у нас легче. Это теперь Лев. А где она? Не знаю. Всем приятно. Может, она... Там была яма. Может, она туда. Не за что. Может, туда. Да, может, туда. Это кто такой был маленький? Я. А вот это Антон. А ты вон с папой сидишь. А вот Афоник какой был маленький, да? Соленый огурец пробует? Да, соленый огурец. Ну и как тебе? Понравилось? Да, какие у меня длинные волосы, да? Да. А сейчас какие? Сейчас мы длинные. Как хорошо. Сейчас вышла на улицу и хоть проветрилась, не могла никак проснуться. Прям в 10.30. У меня глаза закрываются. Я еще легла поспать до 11.30. Вот, благо, дети меня не трогают. Все хорошо. Вот сейчас немного взбодрилась. Гришку отвезу, Антоху заберу. У него сегодня 5 уроков. У них раз в неделю, получается, по рядам как-то оставляют. По-моему, так. Вот. И сегодня в среду у Антошки 5 уроков. И как раз Гришку отвозить. Антоху забирать. Купить нужно сахара. Все время забывала в доме кошелек. Но, знаете, не тратила деньги. Так бы каждый раз заезжала в магазин. А так все нормально. Тратила то, что там на хлеб надо было. Эта вот мелочь по машине насобирала. Вот сейчас вообще в машине только рубль остался. Вот. Но сейчас вот надо заехать все купить. Афонька смотрел мультики, заснул. Опять на вечер температурка поднимается. Да, сына? Простите уж за подробности. Ну, я чередую на Рафен и свечки ему вставлять. Афоня осознательную эту. В общем, что я хотела сказать. Вставляла ему свечки сегодня. Он мне говорит, а мы ее поджигать надо? Ее надо поджигать? Я только на математику литературное чтение. Хорошо, Григорий. Я сейчас приду. Вот. А потом я вставила. Он лежит и такой говорит. Ну что, вытягиваю уже все? Короче, ребенок вообще к этому не привык. Вот. Сейчас лежу с ним, то чешу ему. Чтобы поспал мой котик. У нас сегодня солнышко. Всем привет. Сегодня у нас четверг. 13-е, получается, декабря. Начинаю снимать влог аж с 12 часов. Потому что я спала. Спасибо огромное моему мужу. Я спала, потом быстренько проснулась. Вернее, проснулась не быстренько, но быстренько приготовила обед детям. Это из индейки, чертельки, брикадельки, не знаю, что-то. В общем, с рисом. Такие в духовочке котлетки. Сейчас еду за Антохой. Кто тут нас встречает? Кто нас встречает? Привет. Привет. Все нормально? Тошку забрала. Он такой расстроенный сегодня. Расскажи, что случилось. Не хочешь? Пошли тогда. Я не знала, что Марселу капитаном был. Так, расскажи, чего ты был расстроен? Не зачем. Рассказывай. Нет. Так, все, отходи. Я буду обедать. Пока Гришка одевается в школу, я ему все вещи приготовила, покормила. Сейчас я буду обедать гречку в мультиварке и вот эти тюфтельки из индейки с рисом. Тушились в духовке с подливкой и с томатиком. Приехали с Антохой с танцев. Вот это Ахонька нас, как всегда, встречает. Что? Что ты орешь? Пошли. Все ужинают, мальчики мои. Антоха рисует рисунок. Включили эти елки. 19-14. Но мы их не смотрели. О, приехала посмотреть новые шторы. Бабуля заказала сюда и сюда. Какие крылья. А мне нравятся. Да понятно, что у тебя. А мне Зоя нравится. Зоя, а ты что, и в туфлях дома ходишь? Мне Зоя не нравится. Молодец. Она леетом. У нее леетом. Нет, у нее бал. У тебя праздник, да, Зоечка? А мне Зоя не нравится. А мне нравится. Мне нравится. Я сказала одевать, а пока, как куда одевать, уже и можно. Да, красавица, молодец. Пошли, расчешемся только, Зоечка. Мама их ругает. Зоя в салоне красоты, да, Зоенька? И вот пудра. Ага, и что делать? Это пудра такая? Да. Красивая, розовая, да? Дорожники раздолбались тут. Дорожники, дорога, и все, они уехали. А это до краски. А по красной опять я поверила. Ну, они же опять их раздолбали. Сейчас вот долбали. Трактор едет, долбают. Угу. Знаешь, что вот апельсина... На кого ты теперь похожа? И Коля пришел, тоже будет красивый. На, Коль, тебе. Для тебя это будет шуруповерт. Хочешь? Как будто шуруповерт. Тшшш. На. Нужен ему шуруповерт или нет, да? Ты еще и ресницы красишь. Ку-ку-ку. Она тут уже и фотосессия будет в субботу, да, Коленька? Коля не поймет, что такое фотосессия. Ты будешь драться, драться. Я снимаю, да? Ты будешь драться по машинам. Пока-пока, по машинам. Пока-пока, да? Ура! Все уезжают! Давай поцелуемся. И все, да? Пока-пока. Пока-пока. Тут у нас уже почти все готово. Батарейки ж можешь. Батарейки вот тоже не купила. Хотела в люк заехать. Это уже, значит, на завтра оставлю этот. Что-то ты ездила-ездила. То родителям, я считаю, то с бряники отвезла, то все купила, блестки. Ну, родителей там забрать попросили. Субтитры сделал DimaTorzok